В последнее время наблюдается рост пожаров в жилом секторе во многих субъектах Российской Федерации. В Свердловской области за 2021 год произошло около 11,5 тысяч пожаров. При таком большом количестве не обошлось и без людских потерь. Президентом страны Владимиром Путиным поставлены задачи по предупреждению гибели несовершеннолетних пожаров. В 2022 году Новоуральская охранная организация проявила инициативу и предоставила социальную помощь многодетным семьям Новоуральска. Им в эти дни бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Подробности в следующем сюжете. Существует множество причин возникновения пожаров. И когда огненная стихия охватывает дома, зачастую такое приводит к несчастью. Главное в таких ситуациях вовремя предупредить распространение огня. Теперь у семьи Молчановых на один повод для беспокойства стало меньше. На днях в их доме появилась автоматическая пожарная сигнализация. Я считаю, что пожарная сигнализация в моем доме необходима, чтобы обезопасить меня и моих детей от какого-либо несчастного случая. И чтобы я не волновалась, я буду уверена в том, что мои дети под контролем. Если, не дай бог, что случится, то сигнализация, я буду знать, что что-то в доме случилось. Чтобы предотвратить количество несчастных случаев, руководство МЧС России инициировало предложение оказать социальную помощь отдельным категориям граждан. Организации, ответственные за безопасность, в том числе пожарную, спасатели услышали. Вопросы гибели детей на пожарах являются очень серьезной проблемой в масштабах и Российской Федерации, и нашей Свердловской области. У нас в городе, к сожалению, такие случаи тоже были. Можно было бы этой беды избежать, если бы в квартирах была бы установлена автоматическая пожарная сигнализация, либо хотя бы автономный домовый извещатель. В рамках пилотного проекта мы совместно с Управлением социальной политики города Новорайска выбрали пять семей многодетных. Самая большая семья – это семь детей. Они дали добровольное согласие на установку пожарной сигнализации у них в жилье. И, соответственно, был произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации. Автоматические пожарные сигнализации появятся в квартирах и других семей. А их установкой на бесплатной основе займется одна из охранных организаций Новоуральска. Мы выбрали пять многодетных семей, оборудовали в квартирах систему пожарной сигнализации. То есть на основе дымовых пожарных извещателей и на базе интегрированной системы ОКО. Эти системы, естественно, будут ежемесячно, ну и по заявкам, по надобности будут обслуживаться, проверяться. То есть также оператор 24 часа в сутки мониторит эти объекты, приходят сигналы контрольные, что система в работе. То есть у системы имеется обратная связь. Все сигналы идут по радиоканалу. Ну, на сегодняшний день самая надежная система передачи извещений – это радиоканал. Есть у нас категория этих семей. Постепенно будем продолжать оборудовать. Ну, в месяц по одной, по две квартиры будем оборудовать. Постараемся сделать всем такую систему. Установленные сигнализации в случае опасности передают сигнал о пожаре в охранную организацию с дублированием в одну из пожарных частей города. Сотрудниками управления социальной политики совместно с МЧС проводятся рейды и обследования жилищно-бытовых условий таких семей, которые нуждаются в установке пожарных извещателей. Также проводятся противопожарные инструктажи с раздачей памяток, буклетов. Данная работа будет продолжаться и в дальнейшем. И я надеюсь, что продолжится установка данных пожарных извещателей, которые действительно необходимы. Они помогают предотвратить гибель людей и своевременно известить о возгорании. Оказанная помощь многодетным семьям может быть гарантом безопасности от такого ЧП, как пожар. В ближайшее время в Свердловской области будет создан механизм оказания социальной помощи. И подобная работа по установке пожарных извещателей в квартирах многодетных будет носить системный характер. Это позволит сделать условия проживания семей с детьми спокойными и безопасными. Елена Мельникова, Виктор Малышев, Геннадий Донгузов, Николай Ларионов. Новоуральская обещательная компания.